МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команка мастеров зоны Запад чемпионата страны. Среди них два воспитанника ульянского хоккей с мячом Вячеслав Кузнецов и Александр Степанов. Первый матч россияне играли со сборной Беларуси и разгромили ее со счетом 17-4. Несколько из забитых голов на счету наших земляков. Атмосфера чувствуется в городе, везде есть плакаты. Вчера были на открытии, все очень красиво, все здорово. По игре, по сегодняшней, на счет не обращать внимания. Просто мы завели все, что могли, и все. Основная площадка дня – ледовый дворец Волгоспорт-арена. Здесь проходит соревнование по трем видам спорта. Масс-рестлинг. Масс в переводе с якутского «палка». Именно якуты продвинули национальное состязание на мировую арену. И масс действительно стал массовым. Несмотря на то, что вид спорта на первый след простой, выиграть в нем очень сложно. Напряжение поединка бывает порой таким, что не выдерживает даже сам масс. В основном у тяжеловесов ломаются палки, не выдерживают нагрузки. Ну вот представьте себе, да, один тяжеловес тянет, например, становую тягу, делает, ну, 300 килограмм, да, и другой делает становую тягу со штангой 300 килограмм. И тут они встречаются на помосте. И всего лишь какая-то хрупкая палка вроде как должна их удержать. Нет, иногда не выдерживает. На фестивале широко представлены единоборства. Бок о бок проводится борьба на поясах и самбо. В последнем представлено много чемпионов из других стран. Так команда из Азербайджана привезла на фестиваль сильнейший состав чемпионов мира и Европы. Год назад Эмиль Гасанов выиграл серебро чемпионата Европы, а в этом серебро мира. В Ульяновск он приехал тоже побеждать. На это борьбу, то есть на соревнования пришли, как бы обкатка у нас должна быть. Сейчас на этом настроении мы сюда пришли, как бороться это соревнование. А так как бы, словно у нас первый состав пришел. Все это, это состав чемпионата мира будет бороться. Такой же звездный состав у сборной России по борьбе на поясах. Татьяна Зарьянова, Габдежалил Сулейманов, Фатима Глобуева. А две недели назад Замира Ахмедова вернулся чемпионата мира золотой медалью. Когда борьба проходит и здесь она международная, то для нас очень главная часть России. Это для нас на первом уровне. Они устали, не устали, но они готовы. Я уверен, что они выиграют и защищат честь России. Сегодня выявили также сильнейших в стрельбе и звуках в городочном и гиревом спорте. Фестиваль продолжается. Его итоги станут известны через два дня. Михаил Рассашанский, Екатерина Рассашанская. Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова